Всем доброе утро! Привет! Огромнейший привет из Дубая! Какие у нас плавные цели? Сейчас глаза разлетели, а солнце светит, жарит, поэтому мы только как лягушки в бассейне сидим отмокаем. Да, это единственный способ как-то уберечь себя от перегрева. Так, сегодня у нас обзорная экскурсия, называется она Супер Дубай, купили мы ее тоже у нашего гида, который приходит к нам в отель, и сегодня поедем, посмотрим. Сначала должны были нас забрать в час, вчера нам подтвердили время 14.00, ждем в холле гостиницы, поэтому поедем посмотрим. Что туда входит, сейчас Макс расскажет, я, честно говоря, не очень помню, поэтому я просто буду наслаждаться тем, куда нас повезут. Рассказывай! Насколько я понял, это групповая экскурсия, мы поедем на автобусе по основным достопримечательностям Дубай. Вроде как мы должны увидеть Бурдж-Аля-Раб, дальше Бурдж-Али-Ко с танцующими фонтанами и подъемом на смотровую площадку. Дубай-мол, возможно, увидим аквариум, который находится в Дубай-моле, там будет свободное время, мы сможем там пошататься, походить, погладить и смотреть. Вот, также в программу входит осмотр The Point еще. Да, The Point это обзорная площадка красивого, великолепного вида на отель Атлантик. Вот. Затем нас ждет морское путешествие по Дубай-марине на рыбацкой лодке Доу с прекрасным, надеюсь, вкуснейшим игром в городском зале. Пока загораем, пока купаемся возле бассейна, на море не пойдем, море очень горячий. Да. Мы, кстати, вчера плавали вечером, вечером в теньке, прям вообще цикарно, и оно остыло, море как раз. И вечерочек прям дул, прям хорошо, как рассказал, вечером пластик купаться на море. Но единственное, что здесь очень рано темнеет, пляж работает до заката, а закат здесь уже 18.30, в принципе. Вот 7 уже была реально мощь, поэтому мы вчера пришли где-то в 6 копейками. На плаже нам уже на нашем не удалось искупаться, потому что он уже закрывался. Ну, мы пошли на детский пляж, все равно. Он не то, чтобы он закрывается, просто спасатель уже уходит и советует без него в воду не заходить. Поэтому не то, чтобы он там закрыт, прям на засов. Нет, конечно, вы можете выйти искупаться, но у вас не будет полотенец пляжа, и не будет спасателя на берегу, который будет за вами следить. Чисто, как вам заохладиться. Ну, что мы, собственно, и сделали, поэтому мы и без него искупались, и без полотенец нормально. Охладились на нем. О, к сожалению, друзья, приходится ходить вот таким вот образом. Еще не хватает панамы или какой-нибудь шапки, платка какой-то, знаете, китайцы везде. Или зонт еще такой, вообще шикарный. Вот. Когда-то смеялись. Да, написали, что они в масках ходят, в Вадикаве. Сейчас мы сгуляем их уже звучат. Да, к сожалению. Мы хотим сходить в наш ресторан, который располагается на 11-ом году. Сегодня подойдем на ресепшене, запишемся, потому что там по записи. Как всегда, здесь, по-моему, тоже посадка учитывается. Ну, это ресторан, а лекарство. Эмон всегда по записи. Да. Ну, и плюс посадка всех процентов, наверняка, везде учитывается. А мы с вами вышли на теверно-известный променад острова Пальмы Джумейры. Сейчас, по-моему, мы попробуем. Вот он, красивейший променад. Гуляй, катайся на велике, бегай. Здесь просто километражи. Пройти не обойти. Одну нашу полуокружность мы прошли. Туда и обратно у нас получилось, что нам показали, 6600. Вот такая красота. Вот мы вчера, когда были на экскурсии на смотровой площадке, там же экскурсия посвящена созданию Пальмы. И вот там показывали вот эти волны, которыми они сделали очертания, укрепление этой Пальмы. Насыпь такая. То есть по всему очертанию этого острова везде такие камни. Держит конструкцию. Да, как скелет острова. А на него делали насыпь песка. Прям поднимали с морского дна и специальные песчаные пушки заполняли. Да, там огромные волны. Там вот этот один волон показывали. Данный остров, да. 6 тонн, по-моему. Мы решили освободиться от таков масок. Подышать морским сухим воздухом. Здесь как-то сухо, нет? Ну, это так кажется. Кажется, что на самом деле нет. На самом деле, посмотри, какая дырка. Дырка, конечно, большая. Дырка большая. Влажность все-таки есть. А как ни крути просто. На солнышке так не очень кажется. Солнышко так немножко подсушилось. Ну, все равно жарко. В маске жарко. И при этом сейчас 10.30 утра. Здесь очень странно. Здесь такое чувство, что часовые пояса немножечко у них нарушены. Потому что в 6.30 вечера здесь уже темно. А в 5 утра, в 5, да, в 5, я снимал тогда рассвет. Это было 5 утра. Самое первое утро. Уже жарко. То есть такое ощущение, что можно немножечко сдвинуть часа на два, чтобы утром там в 7 утра раньше начиналось. Вот так в 7-8 часов здесь уже ночью полно. И утром очень жарко. Вот сейчас, вот я говорю, сейчас повторюсь в 10.30 утра, а ощущение как будто бы 12. Вот как будто бы вот прям полдень, самый пик такой жары начинается. Поэтому как вот, ну, принято говорить, что загорать нужно приходить там с 8, там до 11, да. Вот мы приходим сюда в 8 к бассейну. И в половину 11 уже, ну, выносимая жара. Солнце очень активное. У нас, короче, все как всегда. Запланирована была поездка в 2 часа. Нам только что позвонили с ресепшена и сказали, что уже приехал автобус за нами. И мы в попыхах побежали собираться. Все, бежим вниз. Вон впереди наша машинка. Сейчас будем заходить на нее. А здесь мы первые. Здесь мы первые. Тоже очень надеюсь. Адеон Турс. Коралл Превол. Карди. Где наш? Где водитель? Ждем водителя. Ну, слава богу, нашлись с водителем. Уже сидим в микроавтобусе. Едем, наверно, на точку общего сбора. Потому что мы одни! Не водитель. Мы домой с Максом. Мы собирались в попыхах. Сейчас сидим, думаем. Все ли мы взяли. Вроде все. Самое главное, себя. Конечно же. Документы. Ваучер. Сам тур. Документы на тур, да? Билеты. Билеты, да. и камера что вам еще нужно и огромный плюс мы сейчас в анимаст изменим а три так что едем на встречу короче водитель нам сказал что можете выйти пока сфоткаться напротив паруса за вами приедет через пять минут большой автобус возможно вот тот наш а вот и красивейший парус или будж а ля раб я так понимаю что туда на территорию не пусть нету дан территория нельзя сесть выпадку к сожалению а 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 идем в арабскую винетку это территория отеля также здесь располагается торговый центр банкоматы, фитнес-центры. Все для богатой жизни. А вот такие конусы, венчающиеся, это петровые колонны. Традиционная арабская одежда. Такой для арабских Эмиратов. Гид рассказывает, что у каждого своего фасона свой дизайн. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отец нас. Потом я вам о нем расскажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красоты арабской Венеции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 нам гид рассказал переводится как светящиеся огоньки раньше здесь была рыбацкая деревня и сигналом где находится суша служили данные огоньки рыбаки знали куда плыть где берег здесь было да и кричали джимейра джимейра вот отсюда и происходит название данного района а слово дубай звучит с арабского не знаю как по-арабски саранча потому что арабы ели саранчу было полчаса саранчи когда-то в древности здесь они их активно кушали песок закапывали маленьких да потом выкапывали а там оказывается целая куча протеина больше чем курица и подкармливали до их оказывается а а и И вот когда мы проедем 300-метровый мост чуть дальше, по широкой части ствола будут заезжать, потом будут направляться вперед, снова насузиться, пойдут 8 веточек влево. На верхушку острова Волново. Пальма Чумера, родина богатых людей, построила 110 миллионов кубических метров песка, вырученного из моря. Задумкой Мухаммеда дубайского правителя было построить остров из естественных материалов, используя песок и камень, а не железо-бетонные конструкции. И вот такие требования создали для строителей дополнительные трудности. Были проведены масштабные исследования о влиянии приливов, нуждающих волн, штормах и всемирного потепления. Опасения для создания такого проекта вызывала и так называемая буря шапалов, возникающая в здешних местах. Для возведения необходимых сооружений привлекли инженеров из Голландии, так как Голландия успела отвоевать море 35%. Приехали на обзорную точку The Point с панорамным видом на отель Atlantis. Собственно, в этот отель пойдем в аквапарк, аквапарк называется Аквалуинчер, один из лучших в Арабских Эмиратах. Здравствуйте, Максим Александрович. Здравствуйте. Просвещаемся, да? Как вам? Мне кажется, все, что он рассказывал, я уже знал. Ну, на самом деле, да, очень поверхностно. Сейчас мы находимся на нашей Пальме, Пальма Джумейра, где мы проживаем, в отеле Алофт Пальм. Вот. Остров строился 6 лет. С 2000 года по 2006 год. Строился он еще раз из скальных пород, из песка, который поднимали со дна Персидского залива. Использовали огромное количество людей, судно. Огромные затраты были сделаны. Поэтому... Кто проектировал? Проектировали голландцы. Голландцы. Да. Остроили, конечно же, пакистанцы. Остроили Пакистан, Мангладеш, Индия. Ну, к сожалению, то, что у нас считается в мире дешевой рабочей силой. Шикарный вид на отель. Вот этот номер, который стоит. Да, вот по центру, самый пик. Под круглой крышей. Да, под круглой такой крышей ротонды. Номер стоит он 16 тысяч долларов за сутки. И послезавтра мы будем здесь. Да, мы пойдем в Клофарк. И будем пользоваться всеми благами этого номера. А ну, как нам сказали, да, типа что... Ну, вертик. Типа что мы можем уходить на этот пляж, а залетаем. Все дела. А вот впереди строится новый корпус Атлантиса, современный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Очень на это надеемся Впереди виднеется Колесо обозрения Сейчас оно не работает Обещают запустить К концу лета Сейчас оно пока что не работает Прекрасный отель Тоже располагается С отверстием посередине Да, вот У нас бы, наверное, никогда в жизни не построили такое здание Поскольку теряется огромная площадь Куда, где можно было бы купить также квартиры Но не в Дубае Дубай покоряет своей архитектурой Кстати, на крыше этого здания располагается бассейн С, наверное, очаровательным видом Просто фантастическим, я бы сказал Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok